Вашему вниманию два друга-художника Виктор Володько и Эдуард Трирог из Полтавы. Виктор, вот сейчас Ваша выставка. Вы не знаете какого по счету. Вас я видел из-за границы выставки были, еще одно количество. Скажите, Вы родились в Полтаве? В Харькове. А, в Харькове, ага. А потом женились, да, наверное, или как просто так? Родители мои из города Полтавы. И в Харькове я учился. После окончания Харьковского художественного института я приехал в Полтаву. А почему Вы захотели художникам стать? Я им был всегда. В школе? Всегда был художником. С самого рождения. Только я это не сразу понял. Понял уже позже, когда, наверное, пошел служить в советскую армию. Тогда я понял, что вот моя дорога – это искусство. А, то есть доска почета там, да, наверное, агитация. Было и такое. Обрисовывал советскую армию. Иисус обязательства. И прапорщиков. Я на прапорщиках карикатуры рисовал. Ребятам показывали, ухахатывались. Прапорщики – это отдельная тема. Да, русский прапорщик. Советский прапорщик. Ну и просто после школы, после армии Вы решили уже тогда, да, окончательно поступить. Но у Вас была подготовка какая-то? Ну, художная школа. А в Харьковской, да? Нет, в Полтаве, художная школа. Полтаве. И за студия так же была. То есть начальные азы у меня были. Потом уже поступила в Харьковский художественно-промышленный институт. А Вы не помните какую-то фамилию человека, который Вас, ну, не знаю, может быть, зажёг или… Конечно, конечно. Это Александр Иванович Капшук. Я этому человеку очень сильно благодарен, потому что этот человек художник от Бога был. И вот от него искорка вот эта божественная светилась. И меня привлекало это уже всегда. И от него я действительно много взял, очень много взял. И считаю своим учителем номер один. Это Александр Иванович Капшук. Сейчас он работает и живёт в Харькове. Здравствуйте. Это преподаватель института? Да, да, преподаватель института. Также было не менее выдающийся преподаватель Борис Васильевич Косырев. Это была вообще видячая легенда. Когда он у нас преподавал, он уже был довольно-таки глубоким стариком. Ему уже было под 90 лет. Очень много дал. Вы учились там, как факультет назывался? Факультет интерьер и оборудование. Это самый такой факультет, да, популярный и с большим конкурсом. Я не знаю оттуда. И получается, что это ещё было, наверное, советское время, да, когда вы закончили. То есть у вас распределение куда-то было? Ну да, распределение, в принципе, я в Полтаву хотел вернуться, и я вернулся. Работал на производстве. Приходилось оформлять школы, училища, наглядную агитацию. Такая оформительская работа была. Хотя она тоже требовала определённых знаний, определённых, ну, пространственных мышлений, чувства композиции и цвета, и меры, и гармонии. Но это меня не привлекало, по большому счёту. Эту работу я выполнял как средство к существу. Это какие годы были? Ну, это были вот как раз после института, в 83-й, по 90-й год. После 90-х годов я уже перестал выполнять государственные заказы, по 91-й. Вернее, когда советский сервис перестал существовать, потихонечку он начал исчезать, посумественно закрыться. Ну, всё, и... Ну, я уже тогда работал творчески. Меня творческая работа больше привлекала, нежели зарабатывание денег на каких-то стендах, по-моему, или суть обязательства. Так что это время, время перестройки, я от себя больше считаю художником времени перестройки, когда был очень высокий подъём, всплеск, когда можно было делать всё, можно было самовыражаться в любых формах. И никто бы тебе не сказал, нет, это нельзя, это мы на выставку не возьмём, это плохо, это не пойдёт. Где вы впервые выставили, что вот вы почувствовали, что это свобода? И вообще, какую выставку вы считаете такой своей первой? Ну, они все такие... Ну, выставки хорошие. Хорошая тема, что запоминаешься. Ну, самая первая, это молодёжная выставка в Киеве. Это, там, 1987 год, когда можно было перенести и выставить всё, что раньше запрещалось. Тогда это было интересно. Татьяна Ниловна Яблонская, она критиковала тогда эту первую молодёжную выставку. Вот, она так обрушилась немножечко негодование, потому что всё-таки сложилась определённая традиция в дисциплинатском искусстве. И тут вдруг начали делать всё, что он мог, то, что хотел. Да, конечно, было непонятие уже в их возрасте. Хотя в своё время Яблонскую упрекали, что она была в определённое время под влиянием импрессионизма. Это после её дипломной работы, где он прозвучал. Я помню. С которой она стала искупствовать. А вот эти символы, которые присутствуют у Вас, это было ещё со времён института. Когда Вы к ним пришли? Ну, в живописи. Конечно, трудно объяснить тебе то, что ты делаешь. Но я это пытаюсь. В принципе, картина – это отпечаток ума художника. Отпечаток. Это всё равно, что человек подходит к зеркалу и видит своё отражение, отпечаток свой. То же самое здесь. И я иду по принципу, так как это выставка, это направление, в котором я работаю, я сам его обозначил как наивный абсурдизм. Потому что наблюдая жизнь, немножко рассуждая о ней, философствуя, то, в принципе, любая логика, которая доходит до определённой грани, она превращается в абсурд. Здесь отправной точки, такой вот аксиомы, как бы и не существует, вернее, она есть, но она имеет начало, имеет конец. Потому вот это начало и конец, этот промежуток есть логика, а дальше идёт уже абсурд. Так что абсурд может быть в начале, может быть в конце, может и посередине. Ну, как говорится, миром правит любовь, а там, где любовь, там логики нет. Правильно? Нет? Потому что материя статична, а дух единомичен. Дух — это и есть любовь, вот это любовь. В принципе, каждый человек, тот, который с любовью выполняет свою работу, любая профессия, вот эта любовь и правит миром. Кто-то печёт пирожки с любовью, кто-то и кирпичи выкладывает, дом строит с любовью, кто-то холсты пишет с любовью. С любовью, в общем, надо это делать. Тогда это будет оправдано. Ну, понимаете, вот первое наступление было Яблонской, да? И, наверное, не только Яблонская вот так критикует непонятное, вот, то, что человек рисует. Ну, одно дело рисовать там пейзажи, портреты, другое дело выражать собственные мысли. Вот. И, а что Вы слышали по поводу Ваших работ? Как Вы к этому относитесь? Есть художники, которые очень сильно зависят от общественного мнения. То есть, если общественное мнение скажет, это плохо, это не годится, художник ломается, как-то себя переделывает. То есть, Вам всё равно, что говорят? Ну, по большому счёту, я считаю, что так нужно мне делать, и я делаю. Если, как говорил Пикассо, дурная слава – тоже слава. Большой потери нет. Что я тебе хорошо скажу, ты вижу плохо. Да. Всё равно результат со знаком минус или со знаком плюс. А как реагировали люди, ну, искусствоведы вот за границей? Вы что-то слышали? Ну, вообще такая тенденция на открытиях выставок, выставок всегда художника хвалят. Хвалят, 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 хвалят. Сахарная пудра идёт. Иностранцы тоже всегда хвалят, они просто видят всё хорошее. А мы критичные люди, нет? Мы критичные потом, за спиной. Ага, понятно. За спиной критичные, более критичные. Воды пьём за спиной, да? Да. Да. Ну, так сложилось, что немножко печально мне, что, допустим, мои работы больше воспринимались за границей, нежели у себя на родине. Потому что наш садитель ещё не до конца подготовлен воспринимать современное искусство. Просто он с ним и не знаком. Ну, мы все дети советской власти. И потому доминирующим был реализм в изобразительном искусстве. И потому люди, в основном воспитанные на Шишкине, на Репине, на Ревитане, это великие художники. Но кроме этих великих есть тоже великие, которые делали совершенно противоположное. И это тоже является искусством, это шедеврами. Такие, как Джексон Поллок, Хуан Миро, Макс Бекма, Бернард Бюфе. Это ваши любимые, да? Ну, это те художники, которым я очень симпатизирую. Очень. Вы знаете, я посмотрел живопись. Вот у вас что-то среднее между Францией и Испанией. Вот, что-то такое. Даже есть что-то от Пикассо, вот эти взгляды, глаза. Мне очень понравился профиль, он все время очень выразительный и запоминающийся. Вот. То есть, наверное, вы больше тяготите к европейскому искусству, да? Ну, увлекаетесь, да? Ваши. Ну, Шагал, когда приезжал в Москву в 1972 году, он сказал, что меня в России никогда не поймут. Вот. Может быть, действительно есть такое искусство европейское, есть русское искусство, ну, украинское, славянское. И, как бы, может быть, и правда есть один художник, который признается на Западе большей частью. Вот. А в каких странах бывали у вас выставки, в каких странах вы, ну, как сказать, ближе вам какие страны? Ну, мне очень и Швейцария понравилась, как страна. Как страна? Как страна. А как художника? То есть, как восприняли? И как художнику, ну, и хорошо, и Германии красивой, Швеции тоже мне очень понравилось. Угу. Угу. Но, больше всего, и Мексику понравилась, и где… Ну, и Турист там был. А, наконец. Ну, это экзотическая история. Ну, это экзотическая история. Конечно, конечно, очень экзотическая. Но, знаете, что… помните, в 1997 году, да, то есть вы выставляетесь примерно с 1991 года. В 1997 году вышел ряд разгромных статей в Германии по поводу подделок под авангард, да, вот, под… ну, вот этот советский авангард. Многие художники, рискуя, можно сказать, репутацией, жизнью, благополучием, рисовали его, и под него стали подделывать. И все русское, русское, украинское, я просто сейчас не буду, как бы, углубляться, перестало продаваться. И, мало того, многие коллекционеры просто выбрасывали работу, потому что они обесценивались. Люди покупали с расчетом, что он будет дороже, а они обесценивались. Вот. И как, как это на вас? Ну, вы помните, да, 1997 год, когда перестало продаваться все вот это забыл город? Потому, 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 потому восточных художников, то есть наши регионы, не пускают на пировой рынок искусства. До сих пор? До сих пор не пускают. Угу. Приходилось мне бывать на крупных выставках и беседовать тоже с искусствоведниками, и там прямым текстом даже галереи восточных художников, ну, дальше какой-то частной галереи не пускают. Угу. Переехать и сжать. Это, это как Олег Цилков, Аскар Рабин. Вот они давно эмигрировали. До перестроечной. Да. Угу, там, и уже там утвердились, и они там по кому-то поймут. А те художники, которые живут все на родине и пытаются там… Ну, исключение может быть Иван Марчук. Ну, а почему? Почему это происходит? Вот, как бы, вы же понимаете, художник, он пишет, как он дышит, да? Но его не покупают, это именно все русское. Вот. То есть, мы что продажные? Ну, что, так вот, действительно, только за деньги рисуем. Ведь не может быть такого. Может быть, вам сделать псевдоним, типа Энди Уорхоу, там… Ну, да. А чтобы… Не думали, не? Нет, нет. Зачем? Лучше делать хоть и плохое, но свое, чем чужое, но хорошо. Лучше пить кофе со своей собственной чашечкой, нежели чужую чашечку есть кофе. Отхлебывать. Отлично. Вот. А по поводу вышесказанного, что там и моей работы кое-где там напоминает Пикассо, это было сделано умышленно. У меня были периоды, я его назвал эпикасизмом, которые я использовал и некоторые пластические приемы Пикассо. Вот и все. Так что, я немножко поэксплуатировал Пикассо. Ну, с ним как бы… Его не уводит. Общался. Чуть-чуть. И это оставил. Я всегда боялся быть похожим на кого-либо, а тут захотелось было. Попробую я вот Пикассо немножечко. Пикассо гений. Пикассо. Голоса там смещённые, руки нестандартные, лопаты корабльные. Да. Безусловно. Пикассо – это гений. Гений. И причём большой. Хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.